Я хочу пригласить, если она здесь, мы ее не идентифицировали, Екатерина, Дэд Кафе. Значит, то упражнение, которое не состоялось сегодня в предыдущей части, я в голове своей его держала как сейчас мы устроим маленькое Дэд Кафе. И сейчас Екатерина расскажет нам об этом. Очень коротко, пожалуйста. Ну, может быть, вы видели, там лежат такие бумажки, на которых написано Дэд Кафе и беседа о смерти за чашечкой чая. Я хотела поблагодарить организаторов за то, что они дали возможность целевой аудитории эту инициативу представить. Ну, я по профессии онкопсихолог работала на горячей линии помощи онкобольным людям. И поняла, что очень часто звонящие, не всегда это онкобольные, иногда это их друзья, близкие или вообще посторонние люди, часто возникает необходимость поговорить о смерти в том или ином формате, на любые темы. И я вот думала, в каком же можно формате вообще разговаривать, ну, не теми, кто звонит, не все готовы звонить на линию, не все готовы идти в психотерапию. И я внезапно обнаружила, что есть такой формат, он 4 года уже работает по миру, называется Дэд Кафе. Ну, то есть кафе – это условное кафе, это не стационарное место, в котором все пьют там кофе. Хотя в Лондоне сейчас собирают как раз средства на первое стационарное Дэд Кафе. А все 4 года, что эти кафе действуют, они действуют в клубном формате. То есть собираются люди в каком-то уютном помещении, пьют чай, кофе и разговаривают о смерти. То есть это не психотерапия все-таки еще, но эти разговоры имеют такой хороший терапевтический эффект, снимают тревоги. Собственно, то, что мы сейчас делаем здесь с вами, ну, у меня здесь такое двойственное ощущение от тех разговоров, которые происходят, мне кажется, что мы все-таки так немножко объективируем. Смерть и личного отношения меньше было, благодаря Ане стало больше ее вопросам и просьбам представлять личную историю. Там все-таки разговор о личном, о том, что тебя тревожит. Никакой повестки, программы нет, собираются просто люди, пожилые, молодые, среднего возраста, любых профессий. И говорят, эта история обычно модерируется, то есть есть некий ведущий, который позволяет создавать какую-то комфортную, безопасную обстановку. Из того опыта, что я читала на международном сайте, обычно этими ведущими выступают как раз сотрудники палеотивных учреждений, социальные работники, психологи, то есть люди так или иначе сталкивающиеся со смертью, с разговорами о смерти. И вот такой социальный проект, я его хочу начать в Москве, в мае первое ДЭФС-кафе буду проводить. Я его хочу сделать еженедельным, по вечерам, чтобы была возможность у людей собираться и на эти темы разговаривать. Если вам интересно, вот там на столе лежат такие бумажки, на которых указан имейл. Я сейчас должна определиться с местом и датой, и если вы напишите, то я вам дам ссылку на группу в Фейсбуке и всякие данные буду присылать. В мае, да? Да, в мае, после майских праздников, конечно. То есть мы можем плавно все отсюда так, раз, и туда уже. Я надеюсь, что там все-таки будет более камерный формат, то есть я рассчитываю, что каждый раз будет хотя бы 15-20 человек участвовать в дискуссии, чтобы была возможность у людей просто высказаться. Спасибо большое. Это в точку попадает нам в наши сегодняшние цели. Так, что я должна сделать дальше? Я должна представить Ксению Лученко. Пожалуйста, встань на ноги, чтобы тебя было видно. Значит, я не знаю, что сказать про Ксюшу. Ксюша, журналист, писатель. Кто ты еще? Ты переводчик? Нет. Но журналист, конечно, главным образом, и прекрасный-прекрасный человек, который сегодня промодерирует нам вот эту третью часть. И, наверное, о ее концепции и смысле ты расскажешь сама, да? Здравствуйте. Ну, у нас была такая идея, когда мы говорили о том, как организовать эту конференцию, о том, что в конце мы все-таки должны как-то перейти от режима монолога и докладов к некоторому, не диалогу, а даже полилогу, получается. То есть дискуссии, но это нельзя назвать в полном смысле дискуссии, потому что здесь нету, мне кажется, такого яркого конфликта, тут нет стороны за и против. Но мы хотели бы обсудить то, что мы слушали сегодня в течение целого дня, или те, кто не слушал, просто обсудить, собственно, тему смерти в современном мире. Вопрос, который... Нет, давайте я начну с другого. Во-первых, мы, опять же, когда обсуждали эту конференцию, по-моему, Алексей Кощеев сказал фразу, которая меня очень как-то зацепила. Он сказал, что, ну, понимаете, смерть — это же единственное, что нас всех объединяет. И когда я сегодня слушала выступления креологов, правильно я называю, да? Я тоже... Имморталистов. А, морталистов. Имморталистов, хорошо. В общем, людей, которые пытаются придумать нам физическое бессмертие в таком буквальном смысле слова, я как раз подумала о том, что это создает какое-то катастрофическое неравенство. То есть что вот это главная проблема. Тут даже дело не столько финансовое, сколько вообще. Что получается, что люди будут делиться на смертных и бессмертных. И что если вот эту идею того, что мы все смертны из нашего существования изъять, то вообще человек меняется, жизнь меняется, совершенно другое отношение. Потому что что значит, что смерть нас всех объединяет? Это значит, что мы все знаем о ней на самом деле. Вот каждый день, всегда. Когда мы просыпаемся, когда мы идем в магазин, когда мы едем в метро. На самом деле это единственное, что как бы нашу жизнь формирует. Даже тех, кто никогда не склонен к каким-то философствованиям, и никогда об этом не задумывается, кто боится произносить само слово смерть. Все равно она есть, и мы это знаем на каком-то таком уровне, я бы сказала, физическом. А может быть и метафизическом. И вот именно это, как современный человек в свете той ситуации, которую сегодня мы описывали с разных сторон, таким методом ощупывания слона, потому что каждый ощупывал ту часть, которая ему ближе. Понятно, что философы, социологи, врачи, креологи. Каждый держался за какой-то свой кусочек этого слона. И был убежден, что, собственно, он его видит правильно. И что по этому кусочку можно себе составить объективную картину. Вот в свете этой ситуации, как современному человеку существовать лицом к лицу с этой смертью, нужно ли что-то менять? Есть ли действительно проблема табуирования, или, как говорил Сергей Мохов, ее нет? Вот об этом хотелось бы поговорить. Вот еще я сегодня, пока слушала. Вспомнила, например, недавно ходила по интернету, такая тоже вирусная ссылка о том, что можно... Изобрели метод экологических похорон, и можно после смерти стать деревом. То есть это такие специальные урны, в которые ты выбираешь, там, вот клен или семечко клена, или семечко ели. Вот каким деревом тебе хотелось бы стать? Есть вот мода на экологичной жизни, и эта же мода распространяется на практике, связанной со смертью. То есть для современного человека такие вещи понятнее, чем, например, какие-то архаические вещи традиционные, когда нужно занавешивать зеркала, или какую-то воду в квартире, где лежит покойник, выливать определенным образом. Вот эти все народные фольклорные практики, они непонятны. А вот идея про расти деревом, экологичность, она понятна. Вот это тоже такие современные какие-то ответы. Я передаю слово нашим гостям, которых надо сначала представить. Во-первых, это Ирина Ясина, экономист, правозащитник, вице-президент фонда либеральной миссии. Правильно? Правильно. Лев Брылев, кандидат медицинских наук, медицинский директор фонда «Живи сейчас». Юлия Данилова, главный редактор портала «Милосердия.ру». Илья Болтунов, генеральный директор компании «Ритуал-сервис». И Злата... Зара, простите. И психологи. Да, Зара Рутюнян, психолог. Психотерапевт. Вот какие главные проблемы у современного человека лицом к лицу со смертью? Начнем, наверное, с вас. Давайте не с вас. Хорошо. Тогда мы начнем с ритуал-сервиса. Потому что Илья практик, который видит эти проблемы каждый день. Как у вас с елями и кленами еще задумано? Я так понял, мы в сидячем режиме, да, сейчас. Добрый день. Я хочу сразу же обозначить, ну, в связи с тем, что я практик, то есть никакие научные мысли я излагать не собираюсь. То есть исключительно, да, делюсь своими личными наблюдениями, то есть личным опытом. Вот. И, собственно, чем я хочу поделиться? Ну, в сфере своей профессиональной деятельности я наблюдаю такую картину, которая мне жутко интересна и непонятна. Именно люди не разговаривают о смерти в принципе. Дети и подростки ограждаются не только от разговоров о смерти, а даже о каком-то косвенном упоминании о смерти. Люди зрелого возраста, ну, я так вот для себя называю это таким искусственным оптимизмом, то есть почему-то на вопрос о смерти отвечают, что да ну какая смерть, как бы это где-то далеко, а вот я здесь сейчас живу, и у меня все хорошо. Но ведь мы понимаем то, что из чего-то такого далекого смерть может стать очень быстро попутчиком. То есть это происходит, когда умирают, уходят из жизни наши родные и близкие. Вот тут ситуация следующая. Волей-неволей мы задумываемся, ну, собственно, я через такое тоже проходил, мы задумываемся о смерти. То есть мы, видя смерть перед своими глазами, то, что это уже не где-то далеко, это вот здесь рядом с нами, мы понимаем, что мы не вечны, мы понимаем, что когда-то закончится и наше существование. Разумеется, такие мысли вызывают страх, то есть страх смерти. Ну, логично, что, наверное, в страхе смерти есть две составляющие, то есть физиология этого страха, который, в принципе, наверное, нормальный, и не надо с этим бороться, это просто инстинкт самосохранения, который всем живым организмам присущ, и психологическая составляющая, вот которая такая наиболее интересная видится нам. Как можно жить с мыслью о смерти? Ну, собственно, когда они возникают. На самом деле, вот Михаил Алексеевский, где-то Михаил здесь, очень мне понравилось, как он сегодня выступал, он сказал замечательную вещь, то есть очень правильную вещь о похоронной обрядности. По сути, похоронные обряды, они, собственно, и помогают саму смерть органично вписать в жизненный процесс, то есть не сделать ее чем-то чуждым жизни, там, как видится, как конец такой вселенский, как конец бытия, а просто, по сути, вписывает, то есть похоронные обряды, они вписывают смерть в нашу жизнь. То есть это, да, по сути, это повседневность, то есть это этап жизни, который, ну, каждому предстоит когда-либо. — У вас есть ли у тебя очевидно аноничные обряды, практики и жизни современной катаколицы? — Да, проблема есть, и Михаил тоже ее затронул, правильно затронул, то есть вот если раньше в похоронную обрядность было вовлечено все сообщество, и причем каждый там свою роль играл, то есть четко понимал, кто где религия, то есть где, ну, все понимали, что и что, сейчас эти обряды, они, по сути, из обрядов, то есть из вот того важного, что помогает осмыслить смерть, они превратились в этакий набор действий по утилизации тел умерших. Ну, вот как бы вот то, что я это визуально наблюдаю, да, то есть траурные процессии, которые когда-то давно были, представляли из себя богато украшенные катафалки, неспешные шествия, то есть торжественное сопровождение оркестра, да, у скорбящих было время, причем достаточное время, чтобы прожить вот этот вот этап как бы прощания, то есть осознать события смерти, саму точно, ну, правильно встроить у себя в мозгу, то есть вот на то место, на которое должно это все встать. А сейчас получается, что в морге мы не имеем возможности взаимодействовать со своим умершим родственником, тела выдаются там каждые 5-10 минут в потоке ритуальным агентам, агентам, дальше начинаются гонки в стиле Формула-1, то есть катафалки там по маршруту морг-кладбища за день успеть быстрее, как можно больше количества похоронить людей, ну, понятно, с какой целью. Собственно, вот и задача-то общества видится в том, чтобы культуру погребения, во-первых, она у нас утеряна, по сути дела, то есть, во-первых, надо ее возродить, и, ну, не просто возродить, то есть вот как архаично там было, да, о чем мы говорили, а ее возродить вот в таком-то и переродить, скажем так, в современных реалиях, то есть с тем, чтобы интегрировать то, что уже, ну, как бы никуда мы не сможем, то есть ни медицины мы не сможем здесь, процедуры вот, ну, касаемые там то, что связано с медициной, то есть мы никак не сможем их отделить. Ну, вот, собственно, как-то так. Нужно ли возрождать или нужно что-то, ну, как бы формировать современное? Вот есть ли какие-то запросы к вам такие менее типичные, да, то есть не вопрос смены там моды на дизайн гробов, а вообще другое отношение к похоронам, вот как эти все экологические вещи, про которые я сейчас сказала, или еще есть, я тоже читала где-то про какие-то биоразлагающиеся гробы, какие-то вот более современные практики. На самом деле, да, экологические похороны, все это, да, действительно, оно имеет место быть, но оно редко, ну, на самом деле редко как бы возникает, то есть наиболее часто из того, что вот того, чего не было раньше, но пришло к нам сегодня, то есть это кремация. Вот с кремацией много вопросов. Вопрос, как религии относятся к кремации, то есть, ну, современность такова, что многие кладбища сейчас закрыты для традиционного способа захоронения в землю. Урну мы законодательно можем захоранивать на любом кладбище. Соответственно, необходимость кремации, вот как бы откуда она, собственно, в первую очередь и взялась. А вот сама процедура ее настолько, то есть, она расходится с представлениями общей обрядности такой традиционных похорон, что вот в этом направлении приходится очень много работать. Можно вам вопрос как представителю отрасли, если так можно это назвать, такой провокационный, без ничего личного, что называется. Вы так красиво говорите о том, что надо новые, вернуть практику захоронения, обрядности и так далее. Но на самом деле я свидетель ежедневной вот этой гонки, которую вы говорите, о том, что людям, которые сообщают ритуальном агентстве о том, что человек умер в больнице, платятся деньги за это. Не вы ли являетесь, не ваша индустрия является первым источником и, может быть, основным или одним из источников того, что эти обряды ушли из нашей жизни. Вы за это получаете деньги. Вы, собственно, провоцируете ту ситуацию, когда люди воспринимают это как бизнес, как часть повседневной работы, как гонку. Вы как бы, проблема в вас в том числе. Ну, на самом деле, все, что вы сказали, совершенно верно. Есть одно но. У нас есть, как и в любой отрасли бизнеса, есть, ну, скажем так, хорошие игроки, есть игроки нехорошие. Ну, они там еще неопределившиеся, скажем так. Между добром и злом неопределившиеся, да? Нет, на самом деле, то есть, все, на мой взгляд, все очень просто. Сейчас есть у нас замечательная совершенно возможность, я имею в виду общество, то есть, у нас такое хорошее информационное открытое поле. Мне вот очень нравится интернет. Прям вот, прям сил нету, как нравится. Что нужно сделать? То есть, смотрите, из опыта могу сказать то, что, ну, смерть внезапная, она бывает там от общего количества смертей, ну, может быть, в 10, может быть, в 15 процентах случаев. То есть, большинство смертей, это те, о которых известно заранее. Плановые, да, то есть, плановые. Да, ну, такое слово, оно это просто оттуда пришло к нам из-за бугра, я не очень люблю там приплейнинг, вот эти вот. Ну, давайте так назовем, плановые. Собственно, у нас есть информационное поле, то есть, при жизни, когда еще, ну, когда еще не наступил факт смерти. То есть, мы можем потратить чуть-чуть своего времени, это несложно, на то, чтобы поизучать просто отрасль, то есть, хотя бы в открытых источниках, да, почитать, ну, какие есть игроки на рынке, то есть, понять преимущества. Нет, нет, серьезно, серьезно, зря, зря вылупать. Раньше был похоронный узелок, а теперь нужно маркетинговые исследования заранее проводить. И родственникам инструкцию оставлять. На самом деле, сейчас, вот у нас такая ситуация, у нас в этом году по прижизненным договорам, то есть, ну, наверное, объяснять смысла нет, что это такое, я думаю, то есть, имеет. Прижизненный договор – это документ юридический, который у нас, собственно, в стране разрешен, то есть, в котором прописываются все моменты воли изъявления умершего, предполагаемого. То есть, можно заключить в пользу себя, можно заключить в пользу родственника. Так, начинается реклама, и клиенты уже появились, прекрасно. Можно отдельно, да, то есть, можно заключить в пользу своего родственника, то есть, прописать все моменты, которые, ну, необходимы, то есть, понимая, чтобы было понимание, да, на еще, ну, на адекватную голову, скажем так. Вот, так-так-так, сейчас еще прижизненный договор, планирование. В этом году, вот у нас больше, в общем, отвечая, я имя забыл, извиняюсь. Лев, отвечая на вопрос, если так, чтобы додолго не размазывать, мы вообще с вот этими сливами, покупкой информации и так далее не пользуемся в принципе. Это, если хотите, миссия, ценности, то есть, как угодно можно назвать, как бы принципы работы, на самом деле, мы их открыто везде называем, то есть, комплексно, честно и безупречно работаем. Идея в чем? Большая часть наших, вот с 1 января тех, ну, которые, как бы заказы, которые мы выполнили, это прижизненные договора исполненные, то есть, ну, в процентном соотношении большая часть. Собственно, такая вот... Спасибо. Хорошо. Просто знаете ли вы о том, чтобы, ну, какую-то статистику, что больше становится прижизненных договоров, или как меняется вот это, вот это интересно? Больше, больше. Слитно становится больше. Да, да, однозначно. И я хочу сказать, ну, сейчас опять, как бы, это, конечно, можно по-разному оценить, да, мое изречение, но вот экономический кризис, который сейчас к нам пришел, вы не поверите, он заставил людей начинать, наконец-таки, думать, а за что мы платим даже вот в этой отрасли. Ну, просто она всегда такая была тяжелая, да, то есть, мы не задумываясь там любые суммы, которые нам назовут, а теперь вот, по сути, даже здесь начинают люди задумываться, то зачем я плачу, хочу четко понимать. Ну, вопрос, остались и дорогие какие-то элитные похороны, то есть, и в разных сегментах, понятно, то есть, ну, человек теперь думает головой. А людям самим важно, как они будут похоронены? То есть, не родственникам, а вот самим умирающим? То есть, они правда вот выбирают себе сценарий? Да, да, это все важно, да, но я хочу сказать, ну, к нашей теме разговоров о смерти, ситуация такова, что, ну, практически все люди просят конфиденциальности, то есть, они стесняются того, что, да, то есть, того, что они заключают такие договоры, даже того, что разговоры, в принципе, потому что информацию выясняют при жизни. Да, 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 то есть, люди стыдятся, что они умирают? Стыдятся однозначно, что вообще думают, что просто даже, даже, даже просто подумали о том, чтобы подумать, скажем так, то есть. Понятно, нет, сейчас у нас сначала вот Юле дать слово, потому что ей нужно, к сожалению, будет уйти. Спасибо большое. По поводу, есть или нет вот эта такая стыдливость по поводу смерти или табу, оно, несомненно, есть, и могу поделиться просто таким вот опытом. У нас на сайте Милосердия.ру есть очень посещаемая статья, как раз про то, как похорониться или похоронить своего ближнего, как все правильно организовать, написанное в каком-то смысле по заказу наших читателей, которые сталкиваются с тем, что внезапной смертью родственника и непониманием современного человека, как все правильно сделать. И каждый раз наша редакция сталкивается, ну, имея благое желание порекламировать эту статью в социальных сетях с тем, что вот я сейчас хочу вроде как это опубликовать, и как-то что-то меня от этого удерживает. Ну, просто такой вот совершенно инсайтом могу поделиться. И все, кто работает в помогающем секторе, сталкиваются с этой темой повседневно. У нас только что на днях был такой очень впечатливший наш случай, когда портал Милосердия.ру собирает средства для тяжело больных и разных людей. И мы столкнулись с тем, что семья мальчика, как раз находящегося в вегетативном, хоть и неудачное слово, состоянии, пыталась собрать средства на его лечение только потому, что врачи скоропомощной больницы московской, ни один врач, с которым они сталкивались на протяжении нескольких месяцев пребывания в больнице, не сказал им никаких перспектив правдивых этого состояния. И первый врач, который обозначил для семьи, приехавшей с другой стороны в Москву, эти перспективы, что им нужно везти ребенка домой и жить там, в кругу своей семьи, у которой есть другие дети. Это был врач нашей палеотивной, выездной службы. То есть это у тех людей, которые повседневно сталкиваются с этим, у скоропомощных врачей, вернее, не скоропомощных, а врачей скоропомощного большой клиники. У них это табу совершенно, то есть табу, несомненно, есть. Что касается, тут меня, конечно, страх очень задело и как-то заинтересовало выступление наших имморталистов, которые, собственно, очень интересные и симпатичные люди. Но хочу сказать, что как бы вот эту вот большую такую антологическую проблему смерти, эти технологии и никакие технологии не решают, потому что несчастные случаи, разные случаи физического уничтожения нашей физической оболочки, они будут всегда. Но люди, которые с таким вдохновением, и даем Бог здоровья, продвигают эту тему, и уже выинтересуются, они не учитывают вот что. Есть такой опыт, человеческий опыт, принятия смерти как благого исхода не при сильном страдании, а потому что жизнь прожита, человек созрел, человек прошел этот путь. У глубоких стариков, не страдающих какими-то ужасными болезнями и разрушениями тела, и сохранившими твердый ум и здравую память, у них это есть, что человек прожил свою жизнь. И каждый из нас, достигший хотя бы 40-45 лет, в каком-то смысле сталкивается с этим феноменом, начинающийся этой прожитости, когда ты меняешь отношения с людьми, когда ты лучше понимаешь, что важно, что не важно. И перспектива смерти расставляет эти акценты весьма и весьма эффективно. И для нашей земной жизни правильно. Тут можно дискутировать о мировоззрении, о религиозности или нерелигиозности, но мне кажется, что это надо очень-очень учитывать. И в этом смысле утопические построения на тему, а что было бы, если бы, надо учитывать, что вот эта бесконечно тянущаяся жизнь, исчерпанная, прожитая, она составит гораздо большую проблему. Все мы знаем классические произведения на эту тему, так сказать, еще с детства. Стоп-стоп-стоп, не готова сейчас дискутировать, простите, пожалуйста. Я просто хочу кратко обозначиться, ну, как редактор, ну, я бы так не ставила. Смерть – это очень страшно, и умирать не хочется, совершенно с вами согласна. Вряд ли кто-то из нас может сказать здесь, что он готов к смерти. Это очень было бы самонадеянно, на мой взгляд. Потому что я видел таких стариков и знакомы с ними. Давайте вопрос из зала потом, хорошо? Я говорю, это из своего опыта, скрупновение с такими людьми. И даже, ну, в каком-то смысле, из своего личного опыта, когда ты видишь, как меняется свое отношение к жизни. Мне хотелось просто обозначить, что вот чисто практические моменты. Как мне кажется, вот задача, если мы переходим на план, вот что должен или должна сделать я, чтобы как-то улучшить ситуацию с осознаванием этой темы, мне кажется, что вот очень важно от этой темы не отворачиваться. Я, например, вот как редактор осознанно борюсь со словом «ушел». Этим эвфемизмом я понимаю даже эти чувства. Я понимаю, что иногда так нужно употреблять такое слово «употребление». Использовать это слово, когда ты не хочешь ранить людей, для которых оно будет более щадящим. Но это неправда, дорогие друзья. Надо посмотреть на этот феномен и стать с ним лицом к лицу. И в этом смысле вот это пресловутое планирование, собственно, умирание неизбежно для каждого из нас с вами, пока наука не шагнула так далеко вперед. Мы-то с вами, в общем-то, все умрем, к сожалению. И планировать и думать о том, как это будет, несомненно, важно. И оставлять соответствующие распоряжения, обдумывать с перспективы ту или иную ситуацию, в которой ты оказываешься. Кроме того, прежде чем подумать о себе, можно еще подумать о своих родственниках, старших родственников, про которых тоже нужно принимать, вместе с которыми для которых нужно принимать эти решения. Это неизбежно. И тоже отворачиваться от этого просто неконструктивно и разрушительно. Потому что потом, когда на тебя это падает, как придавившая тебя большая и неожиданно тебя упавшая плита, это, конечно, гораздо все тяжелее. И учитывать тут, конечно, что кроме самой этой двери, самого перехода, самого факта смерти, есть еще часть жизни, которая связана с умиранием. И что так страшит? Часть этого страха и оправданного, страха смерти связана со страхом унижения, со страхом лишения разных достоинств личности, которая связана с особенностями системы, которая нас окружает. С этим пресловутым недоступом в реанимации, с недоступностью обезболивания, с институционализацией, с тем, что человек умирает не дома. В общем, это тоже важно планировать для себя. И если ты обладаешь ресурсами, как журналист или общественный деятель, или исследователь, или еще что-то в этом роде, то полезно тоже как-то что-то делать для того, чтобы эти проблемы решались. Спасибо. Хорошо. Я думаю, что как раз пришло время передать слово психологам. Когда мы говорим, это абсолютно инфантилизм, то, что мы не говорим о смерти, мы мистически боимся, когда я ставлю людей лицом к лицу с тем, что вы умрете. Особенно это смешно, когда я в школе, в старшем классе говорю, давайте поговорим о смерти. И они кричат дурными голосами, за Роберта, давайте не надо, не надо, мы боимся, мы боимся. Я говорю, чего вы боитесь, это произойдет с вами, давайте. Это про взрослость. Это инфантильная, очень детская, как мне кажется, позиция, что если я спрячусь, если я сделаю вид, то, что говорил соседний сектор ритуальных услуг, о том, что мы абсолютно близки, если я сделаю вид, что я не умру, я не буду писать завещание, как меня хранится, то как будто бы я и не умру. Я спрятался, я в домике. И мне кажется, это наша табуированность, молчание и то, как в нашем обществе об этом именно не говорят. Оно очень меня напоминает, вот в психологии есть тема тайны. Когда есть тайна, это создает, дисбалансирует систему вообще тайна. И у нас со смертью такая же история, как с тайной. То есть как бы все знают, что мы умрем, но если мы об этом не будем говорить, то как бы все будет хорошо. И я в этом вижу огромный инфантилизм. И это про взрослость человеческую. Человек может посмотреть себе в зеркало и сказать, я умру, давай я подумаю об этом. И еще одну секунду, я продолжу опять тему. Я очень хотела поддержать, потому что, конечно, не ритуальщики виноваты в том, что мы об этом так мистически не говорим. И так по-детски, как самые примитивные племена с таким табуированным ужасом убегаем от этой темы постоянно. Мы не умеем прощаться, мы не умеем горевать. Это то, с чем я постоянно сталкиваюсь. Потому что ко мне приходят люди с какой-то проблемой. И когда эта луковица начинает открываться, выясняется, что они полгода назад похоронили маленькую девочку своей семьи, и никто не счел нужным это прогревать, проплакать, прочувствовать. И это вот часть этих ритуалов, которые прежде создавали нам более прозрачность. И мы все были готовы, потому что маленьких детей никто не поведет на похороны в сегодняшней Москве. Никогда. Потому что это вредно для его психики. Это полезно для его психики. Я вам ответственно заявляю. Чем больше ребенок понимает о жизни, тем больше на его языке. Но он должен быть к этому причастен. Нет бабушек, которые умирают в наших домах. Бабушки все умирают где-то. И поскольку я носитель двух культур, я армянка, но которая большую часть своей жизни жива в Москве. У армянского этноса немножко другое к этому отношение. И смерть входит очень плавно в жизнь. Потому что старики живут в доме, они стареют, они болеют, и дети за этим наблюдают. Ко мне приходит женщина, которая 55 лет, которая похоронила свекровь в состоянии полнейшего ужаса. Она вообще в умороке. И вдруг я говорю, слушай, неужели ты это первый человек, кого ты хоронил? Мы же понимаем, что свекровь это все-таки не самое. Она говорит, да. Она говорит, да. Я первый раз столкнулась со смертью. Первой в жизни 55 лет женщине. Она первый раз вообще увидела эту смерть не в романе Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича», а в каком-то обозримом своем... Когда говорили в первой части о медикализации, всем, что с этим связано, я подумала еще о том, что вот это кто-то сказал из выступавших, что есть еще повышенное внимание к диагнозам, что всем очень важно выяснить, от чего он умер, что с ним случилось. Вот мне показалось, что, может быть, отчасти это тоже такое желание подстраховаться, что у меня же вот этого точно нет. И значит, я не умру. Волшебный мир галлюцинаций. Все живут в галлюцинациях. Медикализация есть, она опошляет, конечно. Медикализация, все начинают читать статистику. А как это будет? Это опошление, это гульгаризация. Вместо того, чтобы прощаться... Кстати, спасибо огромное тому, на удивление экономисту, который поставил разговор о провожающем и умирающем. Спасибо вам огромное, потому что даже между провожающим и умирающим они не говорят о смерти. Даже там это тайна. Даже внутри этой коммуникации они умудряются плавать потому, что ты будешь бульон или суп. И так ни разу, и уйти на тот свет, не проговорив это. Я наблюдала это. Я долгое время работала в хосписе Вера. И да, и там пролезут. И там мы не поговорим. И там мы этого не сделаем. И мне кажется, это про инфантеризм общества. Вот мое такое, в общем, мнение не зрелости, не готовности. Спасибо большое. Ирина Евгеньевна. Поддержите. Да, подержите. Нет, лучше Ксения, подержите. Ниже чуть-чуть держите. Я очень благодарна вам, что вы стали говорить на эту тему, в принципе. И хочу выступить в роли рекламного агента. Пожалуйста, пойдите в театр на Малой Бронной и посмотрите там новый спектакль «Крольчья нора». Про это снят фильм, вот по этому произведению. Но фильм хуже, чем спектакль. Там играет Николь Кидман, у нас играет совершенно блестящая Юлия Пересельд. Вот, но спектакль очень умный. Спектакль о чем? О том, что погиб ребенок. И посвящен он тому, как горюют его родители. И как родственники и друзья пытаются им навязать свою модель горя. Вот ты неправильно делаешь, говорит ей мать. Ты должна, вот я тоже теряла сына, а дочь ей отвечает, ты потеряла сына. Но это был 30-летний наркоман, а я потеряла 4-летнего, чудесного, там, светлого и так далее. Спектакль о том, как нельзя научить горевать по-своему. А как нужно отпустить человека, дать ему возможность, именно вот то, о чем вы говорили, прогревать так, как ему это нужно. Вот. И, конечно, страх смерти, я тут абсолютно с вами согласна, это прежде всего страх унижения и боли. А найти человека, который не мечтал бы умереть, вот, как говорят, вот прекрасная смерть. Но рано. Ну, все равно лучше так, говорят, все-таки. Вот, да, ему было 49 лет, но все-таки в один момент. Счастливый человек, но рано. И вот начинается, значит, это обсасывание. Вот, а попозже бы. Вот так, но попозже бы. Такая торговля. Еще говорят, вот он умер быстро, мгновенно. Это смерть праведника. Какая ерунда. А вот Катя Генева, Катерина Юрьевна, которая боролась с раком долгие годы, мучилась, страдала, но это светлейший человек. Это что, смерть неправедника? Ну, какая-то ерунда. Вот тоже мифы, которые вокруг этого ходят. И, конечно, каждый из нас хочет, что вот как бы наркоз тебе вводят, и ты засыпаешь. Ну, и дальше ты уже не просыпаешься, но тебе до этого уже нет никакого дела. Вот такую бы смерть, и дальше начинается вот эта торговля. И, конечно, трудно выбрать, какую модель для себя самого ты хотел бы иметь. Но счастье наше в том, что мы не знаем, что будет дальше. И это замечательное свойство человеческой жизни. Потому что, если бы мы знали, нам бы это и неинтересно было, и торговаться бы было не с кем. Ну, а так мы не знаем, и каждый, значит, живет и думает, что вот, ну, со мной-то плохого не случится. А даже если случится, тут, ну, как, есть очень простая дилемма. Либо скандалить и возмущаться, либо оставаться человеком и спокойно принять все то, что с тобой происходит. Так и со смертью. Вот мне много приходилось, к сожалению, хоронить. И в какой-то момент я поняла для себя, что я всегда буду ходить, всегда на похороны родителей моих друзей и даже приятелей. Потому что есть очень важное в русском языке понятие разделить горе. Вот я не знаю, почему, но я помню всех, кто был на маминых похоронах. Вот то, что там пришел мой водитель, который работал со мной там 10 лет назад. Я была просто вот, ну, в том состоянии, в каком я была, но я была невероятно ему благодарна. какие-то мои школьные подруги. Вот, и почему-то это было важно. Вот спроси меня, почему. Я не скажу. И вот тогда, когда мне было легче от того, что я видела их лица, особенно неожиданных людей, я вот на себя такой обет сама себе дала, что, значит, если было легче мне, то будет легче и тем моим друзьям, знакомым, пускай даже приятелям, просто далеким, но тем не менее это важно. К сожалению, мы в таком возрасте, когда это происходит, часто, но опять же, что значит, к сожалению, это естественно. Вот. И в том спектакле «Крольчий на раз», которого я начала, были сказаны очень мудрые слова. Дайте ей горевать, как она хочет. не бывает рецепта горя, вот как ты должен себя вести. Очень советую пойти посмотреть, потому что это поставил Сергей Голомазов, главный режиссер театра на Малой Бронной. И вот правда, тот случай, когда Николь Кидман сыграла хуже, чем наша Юлия Пересельд. Вот. И постановка спектакля замечательная. и то, что они на эту тему, «Ой, какая тяжелая тема», говорят все. Такая же, она тяжелая. Она не тяжелая, она не скучная. Тяжелая – это скучная. Книжка скучная, тяжелая. Спектакль скучный, тяжелый. А когда ты сам об этом говоришь с этим персонажем, когда он считывает твои мысли, а ты повторяешь за ним, тогда это не тяжелый. Ну, вот я лично так считаю. Вот. И сама тема, конечно, должна быть проговорена, потому что это тоже пережиток советского строя. Когда мы все скрываем, скрыть – значит, спрятаться и выжить. Вот это… Вот все скрываем о себе. А почему? Вот я когда писала свою книжку «История болезни», мама моя даже тогда еще была с нами, она мне говорила, зря ты так, люди будут ерничать, люди будут злорадствовать, люди будут хихикать, ну, злорадствовать главное. Не, ну, конечно, нашлись там два-три идиота, которые мне в фейсбуке написали какие-то гадости по поводу того, что мой папа делал экономические реформы в 90-е годы и моя болезнь – это ему за это. Вот, это было хитро так. Один, правда, да, мощно, но вот таких уродов было несколько человек, а так вообще очень даже благожелательно и люди даже замечательно писали. Одно такое простое письмо пришло. Ой, Ира, спасибо вам, что вы написали книжку о том, как человек попадает в трудную жизненную ситуацию. Вот у меня три месяца назад ушел муж, и я прям вешаться собиралась, и все было плохо, а потом прочитала вашу книжку и подумала, какое счастье, что этот козел ушел. Вот, ну, то есть, понимаете, как, но проговорить свое горе было и для меня важно, и для людей, которые прочитали, оказалось важно, потому что оказалось для них неожиданно, что человек может о том, что принято скрывать, откровенно говорить. И вот так же со смертью. Ну, как это, все мы там будем. И как говорила моя мудрая деревенская бабушка, когда не умирать, день терять. спасибо. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Есть что сказать? Я прошу прощения, просто мне нужно уходить раньше времени. Я хочу поблагодарить организаторов дискуссии за интереснейшуюсть. Целый день было интересно, и прям чем дальше, тем интереснее. Замечательно. Спасибо вам огромное за возможность поучаствовать и послушать тех, кто гораздо интереснее может быть меня выступал. Спасибо. Спасибо большое. Да, я как раз хотела передать слово Льву Бролеву как человеку, который тоже каждый день встречается со смертью в некотором смысле. Я хотел бы сказать вот что. Мне кажется, что обсуждение, проговаривание, о котором говорит Ирина, оно на самом деле начинается до того, как человек умер. и то, что говорили о медикализации, оно во многом о том, что люди, ну, с моей точки зрения, пытаются отдать, может быть, самое важное, что у них есть врачам, на откуп профессионалам, которых есть вот эти самые жесткие критерии, которые все знают, как нужно, знают ответы на вопросы. На самом деле, хочу вам сказать, что ничего врачи не знают. И вот эти вот истории о том, что есть жесткие критерии, которые врачи в белых халатах могут четко вам рассказать, что мозг вашего близкого умер, и тем самым их работа на этом закончена. Это все не так. На самом деле, вопросы намного сложнее. И отдавать это врачу нельзя, поскольку он на самом деле не знает. Вот та самая цитата о мудрости, которая должна прийти в медицину, и наоборот, она во многом об этом. То есть, ведь мудрость это не знание многого, это знание малого, но самого важного. И самое важное, это сложно облечь слова, но когда рассказывают о, допустим, недавно была дискуссия о том, что приехали врачи-реаниматологи и вызвали ребенка, у которого остановилась неизлечимая болезнь, у которого остановилось дыхание, сердце продолжало биться, и было понятно, что если ее реанимировать, то она никогда не сможет ни ответить, ни сказать ничего. Ее мозг будет формально жив по тем самым злосчастным критериям. Ее жизнь, как мы ее врачи называем, мы продлеваем и свою функцию врачебную выполняем, но как это можно сделать, ведь без обсуждения, без какого-то, без дискуссии, без того, чтобы рассказать о том, что будет с этим ребенком матери, принять какое-то совместное решение, потому что врача нет ответа на вопрос, будет ли это правильно на самом деле, мудро ли будет продлить эту жизнь, которая будет совершенно безответное существо на аппарате ВЭЛ, страдающее и чувствующее, но безответное. И таких вопросов очень много. И вот эта передача ответственности врачам здесь и сейчас, оно, во-первых, порождает, ну, получается, какое-то обожествление медицины, понимаете, которое решает этот вопрос. И это обожествление живых, смертных и грешных людей, которые на самом деле не знают ответов. А в результате получается так, что врачи, вот у меня был пациент, к которому я приехал в город Чапаевск, который был сам реаниматологом, который оказался по воле врачей, а не по своей воле, оказался на аппарате ИВЛ. Он меня вызвал, его семья вызвала для того, он очень просил вызовить кого-то из Москвы. И они вызвали, и я совершенно не понимал, зачем я еду. Когда я приехал, ну, потому что диагноз, все было понятно, то есть, ну, но они очень настаивали, звонили мне каждый день. Он просил, приезжайте. Я приехал, он говорит, пожалуйста, пропишите мне, снимите ответственность из тех врачей, которые там, ответственность за продление мне медикаментозного сна бесконечного. Я так жить не хочу. То есть, его насильно, без его воли, это я знаю достоверно, после общения с родственниками, продлили ему жизнь, ту, которую он не хочет. И он просил дозволения продлить ему, ну, фактически, вот в этот счастливый, как вот мы сейчас это обсуждаем, сон, в котором он умрет, как вот многие хотят. Но это невозможно таких решений принимать. Это не медицинская сфера, это сфера, именно поэтому здесь это обсуждение, поскольку эти критерии, они не только медицинские, это не, это очень пограничное знание, и это должно быть в нашей общественной, публичной сфере. Врачи не должны чувствовать, поскольку они сами уже теряют границы, они сами чувствуют, что они могут в любой момент отключить, поскольку считают это нужным, или наоборот подключить и так далее. И медицин, врач в этом смысле не должен быть каким-то в итоге обвиняемым в этом процессе, когда человек умер, поскольку официальная в общем позиция, что вся отчетность врачебная, она построена на том, сколько у вас человек умерло. И получается, что врач все время, он как бы оправдывается, что вот у меня умерло меньше, чем у другого, и поэтому я вот хороший врач. Но это в том числе служит, когда мы так отдаем самой важной медицине, в результате в более мелких вещах возникают проблемы, и то, что там больше миллиона по статистике смертей в США от врачебных ошибок, от осложнений, от всяких лекарств, вмешать с ненужных там безумное количество. Это в том числе последствия того, что самое важное отдается врачам без какого-либо без оглядки на то, к чему это может привести. И в результате это тоже со стороны врачей, это тоже со стороны людей, вот это невидение важного, и как одна моя знакомая меня спрашивала, что сохранить ли ей своего ребенка. Я ей сказал, ты знаешь, я вот каждый день вижу, как люди умирают, и если ты завтра умрешь, то твой ребенок останется жить. И может быть, это послужило тому, что она сохранила ребенка в том числе, и поэтому вот это убирание смерти, оно влечет за собой, может быть, и другие смерти, которые не так очевидны, но знание смерти, оно порождает все-таки новую жизнь. Спасибо. Вот вы все-таки действительно каждый день сталкиваетесь со смертью, то есть вы, получается, последний, кто видит человека живым, и с другой стороны, вы же сообщаете родственникам, я так понимаю. А вот отношение к этому как-то вот на протяжении последних лет меняется? То есть вы чувствуете какую-то динамику там со стороны родственников или самих людей? что-то происходит, что-то меняется или нет? Ну, мне сложно среднестатистическое судить ситуацию. Вашим опыту исключите. Поскольку я вообще живу среди людей, которые много говорят об этом, это нетипично. но я вижу, что люди благодарны, когда мы говорим о том, что их близкие могут скоро умереть, и неожиданная реакция со стороны людей, которые как-то включаются, которые начинают что-то обсуждать, которые на самом деле просто если некоторые врачи боятся говорить об этом и скрывают, чувствуют свою слабость в этом, в том, что их больной умирает, на самом деле, если сказать об этом родственникам, то они, многие из них очень благодарны. Они многое, что успевают сделать, они успевают обсудить эту ситуацию, получить ответы на свои вопросы сейчас, когда человек еще жив и ну, это правда, вот только вот у меня ушел больной, который умер больной, который у него сын в Канаде и ему реаниматологи говорили, да мы сейчас потянем, все будет нормально, ну не ему, а маме, я говорю, все, все очень плохо и он скорее всего в ближайшее время умрет. Приехал сын из Канады и мы с ним обсуждали, да, он успел, да, и мы с ним обсудили, был вариант очень такого рискованного решения, там, вводить новые лекарства ему, как-то пытаться спасти, ну, потому что там некий шанс был очень маленький и это обсуждение и эти мысли, он, к сожалению, они приняли решение спас, ну, как бы использовать рискованный шанс с возможностью его восстановления, привозили лекарства, участвовали в этом процессе, к сожалению, это не помогло, но они потом пришли и сказали спасибо за то, что, в общем, они участвовали во всем, они понимали, что будет, их пустили в реанимацию с пониманием того, что, может быть, это в последний раз, когда они увидятся и, в общем, это важно для тех людей, которые думают говорить или не говорить, надо говорить. А люди как-то отличаются в зависимости от их мировоззрения, вот их реакция на сообщение о том, что они скоро умрут или что их родственники скоро умрут. Вот вы замечали какую-то разницу именно в подходе к этому, в принятии этого сообщения? Да, я думаю, что, ну вот, воин Исенецкий говорил, что он не может быть нерелигиозным человеком, не видя, как совершенно устроено человеческое тело. Мне кажется, что невозможно не приблизиться к религии, когда ты разговариваешь с людьми об этом, потому что я вижу, что люди, которые верующие и которые, ну, как отец Петр говорил, они готовятся, своей жизнью готовятся к смерти, у них, они принимают ее совсем по-другому. и это такая разница, которую, ну, ее очень сложно как бы описать, но у этих людей, я видел людей, у которых нет в глазах страха. И когда ты видишь, что вот эти люди в панике, они просто этот страх, который в тебя вселяется, когда ты видишь его в чужих глазах, а есть люди, которые настолько спокойны и и готовы, что это не может и тебя приблизить, не может тебя не приблизить к вере. Мне кажется, это в моей жизни это самое сильное такое вот религиозное чувство было. Спасибо. Ирина Евгеньевна, а вам, как кажется, от чего зависит вот эта возможность человека, не знаю, укоротить свой страх смерти? или как-то с ним жить? Ну, я согласна, что верующим людям легче. Им такая замануха, как вечная жизнь, во-первых, а во-вторых, ну, я специально так говорю с юмором об этом, хотя я искренне завидую тем людям, которые верят, и поэтому легче смиряются с неизбежным концом. Сама я агностик, я человек не верующий, но тем не менее отношусь к такой перспективе абсолютно спокойно. Ну, просто как материалист я понимаю, что иного конца нет, и я это понимаю давно, и с детства понимаю, и вот пожалуй, об этом можно так сказать. Когда-то моя дочь маленькая была, ей было лет 12, она вдруг мне говорит, мам, я очень боюсь засыпать. Почему? А мне, говорит, няня рассказала, что Коко Шанель умерла в 92 года, заснув и не проснувшись. Я говорю, хорошо, Варя, ну, тебе 12, а ей 92, и, в общем, о такой смерти, опять же, многие могут мечтать. Но потом я ей, как-то меня вот повело, я ей сказала, видимо, очень правильную вещь. Она мне говорит, мама, ты боишься смерти? Я говорю, нет. А почему? Я говорю, ну, потому что у меня есть ты. Потому что ты мой кусок, ты мой родной ребенок, а ты будешь жить после меня, и у тебя будут твои дети. И человек, у которого есть ребенок, у него в определенном смысле. бессмертен, конечно. И вот когда у тебя будут твои дети, у тебя уйдет страх смерти. Хотя бы потому, что любая нормальная женщина, если вдруг, ну, представим себе такой вопрос, ты или он, отвечает он, то есть ребенок, немедленно, вообще сомнений нет никаких. их. Поэтому о каком страхе смерти можно говорить? Когда у тебя есть дети, этот страх уходит, ведь так? И она послушала меня и заснула. Аня. Ну, да. Я думаю, что имеет смысл продолжить то, о чем говорил Лев. То есть, у тебя, как у паллиативного врача, какой опыт вот этой встречи со смертью, которая происходила в твоей жизни гораздо чаще, чем у среднестатистического человека? Меня так тронула, честно говоря, Левина часть, не знаю, как сказать, Левина слова очень тронули. Направь меня чуть больше, чего ты хочешь от меня. Мне просто казалось, что ты давно молчишь, и что у тебя уже давно есть, что прокомментировать. Поэтому я подумала, что у тебя есть... У меня такое ощущение, что как будто бы все как-то и без меня говорится правильное. Может быть, привнесу сюда кое-какие мысли, которые с предыдущей части перекочевали через перерыв. Я, как один из организаторов сегодня, настаивала на том, чтобы у нас было разнообразие мнений, и наши дорогие морталисты, вызвавшие наибольшее как-то напряжение, в общем-то, мне действительно очень кажется важным, что они пришли, была эта точка зрения тоже представлена. Мне прям вот так вот хотелось их спросить, не знаю, они еще здесь или нет, какой ответ у них есть для человека, непосредственно умирающего вот сейчас, который не дождется этих прекрасных технологий, этих чудес, этого вродления жизни, этой победы над старостью. Какой ответ они предлагают тем, кто будет... Дождите. Не будем спросить. Кто-то из них, наверное. Просто мы можем спросить коротко, если у вас есть короткий ответ на этот вопрос. Я как человек просто интересующийся этой темой. Продолжение умирающим сейчас людям немного, к сожалению. Есть продолжение, естественно, бороться до конца и, естественно, не сдаваться, не уключать никакие аппараты, потому что буквально через несколько лет может произойти огромный прорыв, по которому и установят некоторые функции, которые сейчас нельзя установить. Также есть предложение заморозить этого человека и есть множество доказательств, опять же, что можно восстановить потенциально функции организма, но через какое-то время. Выбор за каждым, какие-то шансы лучше, чем никаких, на мой взгляд. на самом деле точка зрения на вопрос ясна. То есть в отличие от того, о чем говорил Лев, что есть смысл все-таки лежать подключенным к аппаратам, потому что в надежде на то, что медицина совершит прорыв вот сейчас. Но вот лежали люди по 12, по 8 лет, как нам рассказывала Людмила в своем докладе, а вдруг бы он пролежал еще полгода, тут бы придумали чудодейственный рецепт, как раз технологии же развиваются. в принципе же понятно, что для многих это аргумент. Да, это правда. Причем мне даже кажется, что многие люди, настаивающие на продлении жизни искусственном, даже не имеют четкую какого-то вот этой картинки, что что-нибудь скоро произойдет. Но вот я правда не знаю, что происходит, как будто бы то ли они оттягивают момент горевания, что ли, родственники, настаивая на том, чтобы что-то еще было сделано, что-то еще было сделано обязательно-обязательно. Что меня больше всего создает мне трудности, как палеотивщику, это ситуация, которую мы называем у себя заговор молчания, когда родственники решают не говорить правду человеку, который смертельно болен. И этого очень-очень много. И такое ощущение, почему мы затеяли, кстати, отчасти вот этот разговор, что люди непосредственно болеющие, вот они часто имеют какое-то отношение, они действительно поворачиваются, вот человек уходящий, как Алексей нам рассказал, как будто бы действительно поворачивается и способен видеть, что с ним. А вот живущие рядом с ним, живые, вот они как бы что-то очень останавливают людей от того, чтобы вообще этот контекст даже привнести в семью. Лучше мы будем обманывать человека, он не будет знать, что с ним происходит, только чтобы эта тема не возникла. И мне было бы очень интересно порассуждать о том, как бы мы в общем могли бы поубеждать людей в том, что можно и нужно глядя в глаза любимому человеку сказать, вот так получилось, что я знаю, а ты не знаешь, но мне так получилось, но вот то, чем ты болеешь, это неизлечимо, или ты умрешь, или вот даже на собственном примере могу сказать, моя родная бабушка, ей представила довольно рискованная операция не так давно, и я почувствовала, как наступает момент, когда мне нужно спросить, хочет она эту операцию или нет, ей почти 90 лет, и даже мне, вот ты говоришь, палеотивная и все такое, даже вот я понимаю, что это надо сделать, но я чувствую какое-то, что я делаю что-то необычное, когда я ей говорю, бабуль, ну вот есть выбор, вот эта операция, она может улучшить качество жизни тебе, но есть риск определенный, без этой операции, там, тебя ждать тот, тот и тот, и вот чего ты хочешь, это то, что я пропагандирую все время, такие разговоры, но вот тоже, как Юля говорила, она испытывала какое-то странное чувство, когда не хотела делиться этой статьей, и так же здесь, я понимаю, что я делаю что-то правильное, но чувство такое, вау, но, конечно, как только я это сделала, я поняла, что это правильно, и это было встречено абсолютно, я думаю, с благодарностью, с таким, да, отлично, давай подумаем, мне, наверное, вот это вот подходит, но хочется обсудить, как мы можем среди нас живых, еще совсем даже не умирающих прямо сейчас, как-то сделать так, чтобы нам было легче, легче говорить об этих вещах, в том числе друг с другом, не о смерти отвлеченно, а о том, что когда я умру, сделайте то-то и то-то, чтобы я могла своим детям сказать, девчонки, когда я умру, должна играть богема Пучини, запомните, пожалуйста, и чтобы они, да, мои родные уже знают, и чтобы это было нормально, и чтобы на меня все не смотрели, мои друзья услышавшие, это не говорили, ты совсем сумасшедшая, о чем-то, о ком ты думаешь, о чем ты говоришь, или, ну да, есть, у меня у соседки умирал муж, тоже очень такая ситуация, отражающая все, о чем мы говорим, он тяжело-тяжело болел, был в очень тяжелом состоянии, и я не знала об этом, хотя она жила вот тут же в этом же доме, это, конечно, первый для меня был шок, как это может быть, что мы знакомы друг с другом, живем в одном доме, и я работаю в службе, которая помогает тяжелобольным, и при этом она не обращается за помощью, но это отдельный разговор, что это, стыд опять, или что вот это, закрытость, но когда он уже умирал с ней, она сделала две потрясающие вещи, он был в отделении в больнице, его собирались, ему стало хуже, 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 он в критическом состоянии, как полагается, его собирались забирать в реанимацию, он умер от инфекционных осложнений, у него были глубокие-глубокие пролежни, и начался сепсис, его собирались забирать в реанимацию, и она, не будучи специалистом, как мы тут все собрались, абсолютно, просто из какого-то своего gut feeling, как говорят американцы, вот какого-то внутреннего чувства, она просто легла поперек палаты и сказала, вы его никуда не увезете отсюда, он будет умирать рядом со мной, я не пущу ни за что, вот делайте, что хотите, но я буду рядом. И это было невероятно, потому что это была одна из обычных городских больниц, в которых совершенно как бы это было не принято, но она добилась того, что ему разрешили остаться в палате. И рассказывает потрясающе красиво о том, как ей важно было в этот момент находиться рядом. А потом она думала, брать ли на похороны своего маленького сына. И меня поразило то, насколько легко, она как-то, если я правильно это помню, был этот разговор, она говорит, я не уверена, меня все отговаривают, но я ей предложила, мне кажется, было бы неплохо. Я не знаю в итоге, чем там кончилось, но она как-то легко повернулась в сторону, да, наверное, это было бы неплохо. То есть мне кажется, в людях, если мы позволяем себе и друг другу открыться как-то, то в нас сидит какое-то очень нормальное человечное отношение к смерти. Просто что-то такое закрывает нас. Я не знаю, что. Мне кажется, исходя из нашего сегодняшнего разговора за весь день, что главная проблема, с которой сталкивается современный человек, с которой сталкиваемся мы по сравнению со всеми предыдущими поколениями, это то, что тема смерти стала связана с вопросом выбора. Что раньше этот выбор, он так никогда не звучал и не был артикулирован. Людям можно было опереться на опыт, потому что всё было более-менее описано. С одной стороны, вот в практиках повседневных каких-то, про которые мы сегодня уже не раз говорили, а с другой стороны, просто в культуре, в литературе. То есть можно было и на рассказы своих старших родственников опереться на свой какой-то опыт жизни в сообществе, и с другой стороны был опыт описан и в культуре. А вопроса принятия решений и личного выбора, связанного со смертью, нигде нет. То есть мы первые поколения, которые с этим сталкиваемся. И мне кажется, что проблема связана во многом именно с этим, что смерть стала сильно связана с темой принятия решений. Даже в таких вопросах, которые не радикальны, то есть это не вопрос там автаназии или самоубийства, а вот просто в повседневных практиках, то есть мы выбираем вот это вот, реанимироваться или не реанимироваться. Мы выбираем, какие похороны. То есть это все время выбор. И люди с этим не справляются, потому что у них нет опыта, в том числе выраженного в культуре. Нет? Нет. Сейчас, секундочку. Давайте. Хорошо. Полное впечатление, что мы задавариваем ад. Вот. Конечно же. Перед... Да. Добрый день, Ира. Здравствуйте. Никогда и никто с этим не примирится. И я думаю, что это полная бессмысль, зачем мы здесь занимаемся. Мы пытаемся завалить хворостом своих речей какой-то истошный ад, происходящего со всеми нами. И то, на что мы обречены. Поэтому я хотел бы поговорить на более простые темы. На темы захоронения. Кто у нас здесь? Да. Вот. Посмотрите. Я думаю, что это речь идет о живых. Значит, у меня разрушается стена в крематории. Там лежит мой дед и другие мои предки. Это называется ГУП, ритуал, Донское кладбище, Павел Александрович, организатор ритуала. Уже третий год эта стена разрушается совершенно намеренно. И она оцеплена веревочкой. И мне туда входить нельзя. Что мне делать? Мириться с тем, как разрушится стена, где лежит мой дед. Ну, собственно, так сказать, прах, из которого я состою. И там будет что-то воздвигнуто из мрамора. Вопрос задан. Все, что говорили все остальные, мне кажется бредом. Иначе просто не было бы Толстого, Достоевского, Библии. Мы бы с вами заболтали все самое главное, что существует в жизни. Я просил бы вас ответить на простые бытовые вопросы. Как мы встречаем наших новорожденных, как мы провожаем среди какой арматуры наших покойных. Это главное, что говорит о цивилизации. Вот по этому вопросу я могу, так чтобы без хороста, сказать следующее. Там вот есть три страшные буквы ГУП. ГУП. Да, вот в них кроется собственно ад. Да, ГУП это государственное унитарное предприятие. Вот пока в городе Москве данными вопросами будет заниматься государственное унитарное предприятие, государственное, этот ад будет продолжаться. Я написал об этом Собянину, своему лучшему другу. Я ему пишу про тополя, которые задевают мне и затеняют мне окна. И он спиливает. Я ему написал по поводу этой истории тоже. Он мне ответил, что это отвечает церковь. Церковь мне ответила, что она не отвечает ни за что. Я на самом деле могу я вот могу только два решения. Я не жду от вас. Нет, я могу на самом деле. Я вот вижу два решения проблемы. То есть первое решение забирать нафиг оттуда урну и увозить ее на любой частный колумбарий. Их у нас по стране полно. Нет, но я не хочу скитаться по стране, чтобы навестить моих родственников. А в Москве... Я хочу съездить на Донское кладбище к папе, маме, деду и бабушке. Тогда другой вариант решения проблемы. Ждем уже как четыре года изменения законодательства в сфере похоронного дела. Мы вот ритуальщики ждем уже четвертый год. Четыре года назад нам обещали собственно поменять тот закон, который с 96-го года не менялся. В этом законе и буквально вот когда мы вчера-позавчера смотрели по телевидению, показали, что наконец-то общественные слушания закончены и закон передан ну там как это дальше, то есть уже для публикации, то есть да, почтением и для публикации. Так вот в этом законе наконец-таки, спасибо, слава Богу, нас услышал Всевышний, узаконено частное кладбище, частные колумбарии. Хорошо, подождите, я довольно известный писатель, если здесь есть интеллигентные люди, они вам скажут, Сергей Ганлевский не пустое для них, у меня пенсия, она небольшая и немаленькая, 11500. Нет, если меня, человек отсылает к частному колумбарию. Нет, так вопрос, я вот хорошо, давайте так отвечу, на скобку могилы стоит 2500 рублей, 2500 рублей, в Москве 9000 это тариф государственный, и 25 надо дать на лапу копщикам, чтобы потом с могилой ничего не случилось. Я тоже пишу письма. Я прошу прощения у присутствующих, что я отвлек вас от метафизики, вот к этой прозе, потому что метафизика, она и остается метафизикой. На самом деле, это технические, то есть вопросы такие, которые вот, то есть их там, наверное, не здесь, скорее всего, мне так кажется, просто надо решать. Ну, если не здесь, то где? Нет, ну, это чисто, ну, здесь мы, ну, это чисто воды техника. Да, то есть это однозначно, в частном порядке, конечно, можно пообщаться, то есть есть много тонкостей, как бы сейчас мы можем тут на три недели засесть, если будем все эти вопросы проговорить. Ну, на двух недель у меня нет. Все, благодарю вас. Я Ирина Евгеньевна, по-моему, хотела что-то сказать. Вопрос. Вот про выбор мы когда говорили, нет? Хорошо. Хорошо, тогда, тогда Зара. Да, 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 я вспомнила, вы говорили про то, что мы так растеряны, потому что у нас есть выбор. У нас есть выбор, у нас нет выбора умереть или не умереть. У нас его нет вообще. У нас есть выбор деталей. Микродетали, которые составляют настолько слой упаковки и поверхностного слоя. Его раньше не было, даже этого выбора. Раньше был гроб, был бархатный или какой-то другой. Нет, но то, о чем мы говорили сейчас, о чем Лев говорил, про реанимацию. Вот я все-таки скажу свое нет, я вспоминаю. Мне кажется, мы живем во время, когда, вообще я бы расширила тему, мы боимся не только разговоров о смерти, мы боимся разговоров о боли, мы боимся разговоров о том, что мне плохо. Мы вообще такие поколения океев. И когда самое страшное, когда вот, опять же, работаю, когда и приходят люди, которые говорят, ну, мы же не должны, вот, вы же психолог, вы сейчас нам скажете, да, что забудь, живи дальше. Я говорю, я вам не скажу, забудь, живи дальше. Я вам скажу, уходи на могилу, рыдай все то, что ты не отрыдал тогда, потому что, мне кажется, это история про океи. Мы вообще не говорим о страданиях, о боли, вот эти все примеры, да, вот рядом с вами живет человек, который не говорит об этом. Это вот стыдно, мне кажется, от этого. Ты должен всегда улыбаться, ты должен всегда быть бодрым, веселым и говорить на хорошие темы. Не грузи, вот, не грузите нас, не надо грузиловы. И люди стараются не грузить. И вот это превратило это во что-то такое стыдное, пошлое. И вот у меня аналогия просто, я не знаю, еще там до этого возникла, что вот разговор о смерти по моральному мужеству требующему, да, немножко похож на каминг-аут, то, что происходит в гей-среде, да, когда вот ты выходишь и говоришь. Я своим детям говорю, да, когда вы меня похороните, должен играть второй концерт Рахманинова, и вы меня сожжете и развеете над городом моим родным Ереваном, да, а кусочек себе положите на полку, чтобы было с кем поговорить. И действительно, меня все считают сумасшедшей. Но я это говорю им, потому что я не хочу, чтобы они мучились и думали, что со мной делать, чтобы они принимали эти решения, потому что у меня уже три ребенка, которые подерутся как лучше. И это вот, вот это как, надо говорить просто, надо об этом говорить, и надо не бояться. Мне кажется, если каждый вышедший пойдет и будет говорить, и будет тот клуб, о котором говорила барышня, разговор пойдет. Я хочу сказать защиту метафизики, честно говоря. Я понимаю, как может быть, как может казаться правильным, просто сказать, это ужасно смерть, это бессмысленно, нас это всех ждет, и нечего вообще тут даже особо рассуждать. Это здорово, наверное, когда вы в каких-то позициях находитесь, в каких вы находитесь. Но у нас интерес сугубо практический. Есть пациент, который болеет боковым амитрофическим склерозом. У него нарастают двигательные нарушения, дыхательная недостаточность и проблемы с глотанием, он теряет вес. Очень скоро у него может случиться критическое нарушение дыхания, из-за которого приехавшая скорая захочет его реанимировать, интубировать, и дальше он сможет, будет жить на ИВЛ долгие годы. И это реальность, на которую очень трудно нам повлиять. Тут как бы разговор, есть этот выбор или нет, это отдельный вопрос. Мы даже, на самом деле, не знаем. Мы хотим, чтобы этот выбор был. Зачастую его нет, потому что система решает за человека. Вот есть этот совершенно конкретный больной. И мы, мизики, пытающиеся, да ладно, помочь, мы много на себя берем, хотя бы просто его проинформировать. И мы говорим родственникам, которые обратились к нам, и говорят, как надо сделать. Мы говорим, никак не надо, здесь нет правильных ответов. Нам нужно, чтобы ваш близкий больной человек решил сам, чтобы вы с ним вместе решили. Но для этого он должен знать. Нет, вы ему не скажете, мы ему не скажем, мы вам не разрешаем. Вот, понимаете, метафизика, метафизика, но у нас конкретная проблема. Здоровые родственники говорят, мы не скажем маме, что она умирает, потому что это ее убьет. А болезнь, как бы, наверное, не убьет. Да? Вот, понимаете, право мамы знать, что она умирает. Вот, почему эта метафизика, на самом деле, началась здесь. Потому что, потому что люди лишаются, и главное, к чему это может привести? Я все время об этом, ну, когда преподаю, рассказываю, что, к чему это может привести? Разные вещи, все они плохие. Во-первых, человек может так и остаться в иллюзии, что он, что с ним все в порядке, так и не понять, что с ним до конца происходит. У него могут быть ложные надежды, которые потом будут, естественно, нереализованы, и это будет, скорее всего, более тяжелая смерть. Есть такие исследования, что люди, умирающие в стадии, были раскритикованы стадии по кюблероз, и, в общем, я согласна, что это упрощение, но, тем не менее, люди, умирающие, находясь в состоянии торга или отрицания, умирают тяжелее и чаще в агонии, и их близкие будут более тяжело переживать утрату, чем люди, умирающие, уже в стадии принятия. Нельзя принять такую вещь, как смерть, ну, хорошо, человек умирает завтра, если он примет ее и умрет завтра, он умрет легче, спокойнее, и его близкие останутся с более спокойным сердцем, чем если он не примет. Высокие слова и очень сильные, нельзя принять смерть ни за что, но вот она уже происходит, ну, что делать? Так что, и мы знаем, что вот это влияет, и у нас нет доступа к телу, что называется, человеку нельзя сказать правду. Вот, вот она, эта проблема. Вот зачем нам метафизичка. Ирине Евгеньевне, надо помочь совершенно конкретному человеку. уходить. Я хотела поэтому спросить в зале, есть ли у кого-то вопросы конкретно к Ирине Евгеньевне. К Ирине. Вопрос, значит, а есть ли статистика, ну, как бы, обратных случаев, когда человеку, человеку настраивают на то, что он будет жить, хотя ситуация смертельная, и он благодаря этому выживает. Это не к Ирине вопрос. Пожалуйста, к Ирине Ясиной сейчас вопросы. Потому что, Ирине, нужно уезжать, мы должны им куда. Спасибо вам огромное, спасибо за прекрасные, прекрасные ваши слова. Значит, я поняла ваш вопрос, вопрос в том, есть ли статистика того, что люди, которым вселяли веру в то, что можно жить, выживали в итоге, есть, я знаю, насколько она превышает или там меньше, чем статистика случаев, когда наоборот, ну, как бы, уведомление человека о том, что он неминуемо умрет, вызывало страшный огонь и так далее, как бы, таких случаев меньше, больше. это хороший вопрос, я не знаю, мне незнакомо сравнительное исследование, чтобы показать, вот, что из этого больше, зато я могу сказать вам другое, вы задавая этот вопрос, вы как будто бы предполагаете, что вещи взаимоисключающие, и это, кстати, ошибка, в которую многие впадают, что можно либо бороться за жизнь, либо принимать смерть и готовиться к ней, и что одно другое исключает, так вот, опыт палеоативной помощи показывает, что совершенно это не так, эти две вещи могут уйти рукооборку, я вам покажу очень хороший пример, жалко, я не взяла с собой, у меня нет этих цифр, было исследование, изучавшее то, как умирали молодые люди с муковисцидозом в одной американской больнице, в Массачусетсе, наверное, где-то, уже довольно давно, и удивительно, в этом исследовании сочетаются цифры, значит, они оценивали, у какого количества людей были подписаны вот эти распоряжения при жизни, которых у нас в России все еще нет, но вот это вот распоряжение меня не реанимировать, если я начну умирать, было подписано практически у всех, там, не знаю, 90%, в том числе у тех, кто был в очереди на пересадку легких, понимаете, что это значит? Это значит, что человек, на самом деле, мы так тут усложняем все, но в реальности эти молодые люди больные, они долго болеют, очень долго, всю жизнь, на самом деле, они болеют, они понимают, что я хочу жить, я готов бороться, но я готов бороться только до какой-то степени, если моя борьба заведет меня в реанимацию, где я уже бывал, то тогда уже нет спасибо, тогда я скажу, ладно, значит, я эту борьбу не выиграл, я готов буду принять поражение. Это возможно, это можно сочетать. Просто, видимо, речь о том, чтобы понимать, что смерть один из возможных исходов. Не навлекают на себя смерть тем самым, нет. Хочется вам сказать, все-таки они соглашаются с тем, что они уроды, понимают, смерть, но я тут настраиваю, я тут вдохновляю, я тут действительно на борьбу. Вы знаете, да, понимаете, что значит борьба вообще? Это же жизнь, да? Что значит борьба? Это я готов, борьба, значит, я готов терпеть какую-то дополнительную боль, дополнительное страдание, которое приносит мне лечение ради шанса того, что моя жизнь будет дольше или что она будет спасена, правда? А вдохновение на то, чтобы терпеть дополнительные там боли, страдания, это такая вещь, видите, неоднозначная, она текущая. Это про жизнь вопрос. Дальше уже вопрос про жизнь. Удается человеку в свете того, что ну хорошо, если в итоге смерть, то значит смерть, несмотря на это, находить, зачем ему жить сегодня? И это возможно. Я могу, и вообще весь наш разговор сегодня, наверное, для этого во многом. Мы можем думать о смерти, мы все умрем, но при этом все равно находить, зачем жить. У кого-нибудь есть еще? Давайте в зал микрофон. Вот Алексей тут хотелось. Можно я немножко тут порефлексирую, задам вопрос, на самом деле, может быть, ко всей панели потом уважаем. Потому что вот, Алексей, начнусь с вопроса, который поставил Сергей Маркович, видимо, уже нас покинут, как я понимаю, ушедший из зала, да? По поводу того, что как можно жить с тем, что жук ел траву, жук оклевала птица, хоряк пил мозг с птичьей головы, да? Вот мне кажется, ответ на этот вопрос, он где-то может быть есть в некотором смысле, да? В том смысле, что, а кто сказал, что цель жизни это жизнь для того и дана, чтобы срывать все это удовольствие? Мы знаем, кто это сказал, да? Но по-тишему, если мы по словам этого персонажа, Айд Холестаков, если кто-то забыл, это вопрос. И надо ли под ним подписываться, тоже вопрос. То есть, в этом отношении, вот почему, ну, знаете, в христианстве есть очень такой нередовой персонаж, как Иов, да? Вот на весах Иова это и книга Шестова, это и Киркегор, там вообще это человек, который вот, с точки зрения вот церкви, вера к обо своей, настолько верил, настолько верил Богу, что Бог ему не спасал, все он принимал в благодарность. Ну, это вот такой экстремальный пример, на самом деле, неспроста он любим только некоторыми христианскими писателями, да? Но на самом деле, вот по смыслу, если только вот проецируют на нашу обычную жизнь, а почему для каждого человека, на самом деле, борьба с болезнью и даже страдания, которые он при этом претерпевает, непременно зло. Вот, непременно ему это, это непременно лучше их не претерпевать, нежели чем претерпеть. Если я так хочу, почему я не должен, не имею права, на это право, на самом деле. И отсюда вопрос, это вопрос в аудитории, это не утверждение, да? Как правильно, я не знаю. Но мне кажется, этот вопрос решать должен каждый для себя сам и в меру, не знаю, своей веры, в меру своего понимания, что для меня благо, что для меня зло. И вопрос вот отсюда, теперь уже по культуре, который обещал ранее, вот мы по сути своей, мы волей-неволей, все-таки тема у нас какая симпозиум, вы видите, про страдания, про смерть и умирание в России. Мы пока вот про российскую специфику еще почти ни слова не сказали, а она, несомненно, есть. Потому что она уже звучит у нас в многих высказываниях здесь, да? И тоже такой простой пример, почему практика умирания и практика смерти, она разная в разных странах. Вот меня в свое время, когда я впервые попал молодым человеком еще сильно в Англию, поразила одна английская особенность. Если пройтись по мостовым вот около церквей, даже просто в городках небольших английских, мостовые очень часто сделаны из старых могильных плит. То есть вот люди умерли когда-то давно уже, видимо, не знаю, там это точно, буквально ли, что уже нет следов тех их родственников, или это происходит по-другому, но вот плиту собрали, там надпись вот такой-то, такой-то умер там-то, там-то и положили на мостовую. Люди по ней ходят. Это нормально, да? У нас это, мне кажется, восприниматься бы как страшное кочувство, ну и вот упалки, ну как можно, вот ногами попираете память там своего предка. в Англии нормально. Нормально, ребята, тут так живут. Что нормально, что ненормально. Вот какие, в чем наше отношение к смерти более, может быть, правильное, чем в других культурах? В каких других? В чем менее правильное? Надо ли нам учиться у просвещенного цивилизованного Запада или эти бездуховные дикари нас окончательно гоняют в гроб? Да вот, я как-то не знаю, как правильно. Вот что вы про это думаете? Как, надо ли, какие практики наши лучше, чем западные у нас, лучше, хуже, чем западные? Надо ли нам их, чему нам надо у них учиться, а чему, наоборот, не надо? Это как вы думаете? Почему только западные, есть же восточные. Восточные замечательно. Я хуже про них, я хуже в них разбираюсь. Так вас поэтому. Спасибо. Есть косницы, например, когда села хоронят там, где мало земли, их хоронят в скалах, в камнях, везде на Ближнем Востоке так, а потом истлевшие кости оттуда просто вынимают, складывают в определенные места специальные и туда захоранивают свежие тела. А есть, наоборот, вот на Сицилии, например, я видела там просто целые города мертвых, то есть там такие выстраивают гробницы, что издалека вообще непонятно, что это за место. Ты потом только соображаешь, что это кладбище. То есть там такое соревнование, кто вот эту вот домовину построит, больше, богаче, лучше, чем сосед. А в Якутии хоронят, раньше хоронили на деревьях, вот избушка на курьих ножках. Это же традиция северных народов, чтобы звери не съели. Там же, ну, холод, мерзлота, ничего не гниет. Они вот, вот эти вот домики, избушки на курьих ножках, собственно, это такие импровизированные домики, которые на деревьях высоко устанавливали, туда клали тела. Так что очень много разных традиций. А в Англии в детских хосписах, внимание, значит, всегда есть, они называют ее холодная комната или маленькая комната, по-разному называют. Это такая прям как морг. Нет, нет, нет. Это такая комната, куда переносится тело ребенка после смерти на несколько дней иногда, где могут побыть, переночевать, попрощаться близкие, родственники, друзья, все, кто угодно. И традиция такая, что детям при жизни, детям предлагается эту комнату распланировать и украсить, как они хотят. И когда я бывала в таких местах, я прям видела оставшуюся за только что уехавшим ребенком какие-то там плакаты на стене, какие-то любимые рок-группы, должна играть музыка вот это вот, вот эти мои игрушки, вот это все. Вот такое есть. Мы очень впечатлились, когда там были, и подумали, вот интересно, насколько это бы у нас могло прижиться такое. Нельзя оставлять тело, у нас же, насколько я понимаю, нельзя оставлять тело умершего родственника дома и везти, так сказать, в церковь и потом на кладбище из дома, а мы обязаны сдавать морг или нет? На сегодняшний день в России ситуация следующая с этим вопросом. Поскольку мы работаем не в одном регионе в России, то есть информацией владеем, в разных регионах ситуация разная. Региональное законодательство разнится. В Москве законодательно запрещено оставлять, скажем так, тело умершего дома. То есть даже в том случае, если причина смерти, то есть, естественно, да, она не криминальна, то есть, по сути, она известна. Допустим, тяжелобольной человек, там много лет болеющий раком. Я имею в виду, естественно, то есть, допустим, в Москве запрещено. То есть, почему это запрещено? Да простит меня ГУП ритуал. Оно вас не простит. Ну да. Ну, да, это... Ну, я думаю, мы все, наверное, сами понимаем, для чего надо всех умерших перевозить в морг. Который, в общем-то, по закону у нас бесплатен в большей степени там услуг своих. В других регионах, слава Богу, ситуация обстоит лучше. В ближайшем к Москве в каком лучше? Калуга. Калужская область. Хорошо. Аня, ты поняла. Калужская область, ситуация, вот памятник можно до неба поставить руководителям региона за то законодательство, которое у нас действует в похоронной сфере в Калужской области. То есть, во-первых, перевозить не обязательно. То есть, разрешено врачам, терапевтам, лечащим врачам выдавать все необходимые документы свидетельства о смерти. Это первый момент. Второй момент, даже при перевозке, скажем так, в моргах не возникает практически никаких проблем. То есть, в общем случае похоронные агентства могут достаточно быстро получить практически в течение одного дня документы необходимые, забрать умершего, ну, если вот причина смерти устанавливалась в морге, или просто из дома, то есть, перевезти их к себе в трупохранилище, где подготовить. То есть, в рамках похоронного дома. Кстати, вот по поводу комнатки, сейчас, ну, вот у нас как бы в мыслях есть, вообще мы эту тему прорабатываем, то есть, есть, многие родственники просят, чтобы была такая комната, там, чтобы можно было вот как положено, то есть, по похоронной обрядности, вот эти вот ночные бдения, раз уж нельзя дома, то хоть где-то. то есть, чтобы, потому что законодательно, то есть, тогда все, как бы, то есть, и вот мы в рамках похоронного дома, то есть, хотим, хотим построить именно, вот, чтобы наличие в комплексе было таких помещений, то есть, для проживания, даже, возможно, для проживания, то есть, в течение нескольких дней полностью, как бы, родственников, может, приехавших из других, как бы, городов, то есть, ну, в таком ключе. Вот, в Калуге здорово все. Я постараюсь успеть купить там дачу. Спасибо. Вот это правильно. У меня вот последний вопрос к Илье, не могу удержаться. Вот, редко попадаются такие практики. А расскажите, вот с какими обрядами, с какими обычаями похоронного, с тех, с чем вам приходилось сталкиваться, вот какие вас больше всего удивили, или какие вам, как бы, вот нравятся больше всего, вам бы хотелось их распространить. Вот что-то такое удивительное ведь попадается, наверное. Мне все, что связано со смертью, вообще не нравится. Я ее просто уважаю. Вот и все. И принимаю. Ну, совершенно нормально принимаю. То есть, никаких у меня это не вызывает. там, как бы, мне жить, постоянно, каждодневное напоминание о смерти, мне совершенно не мешает жить. У меня замечательная семья, любимая работа. Кстати, всем искренне этого и желаю. Вот. То есть, у меня на самом деле все здорово в этом плане. Вот, то есть, любимых нету, а вот, ну, такие интересные, как бы, традиции, да, вот есть. То есть, мне, например, очень вот непонятно такая традиция, даже себе не понимаю. Сейчас я картинку нарисую, да, вы представьте, когда родственники просят во время выноса, вот, это в сельской местности происходит часто, когда выносится гроб с умершим из дома, то есть, просят развернуть гроб, чтобы бригада обслуживания, то есть, хроб ударили три раза об стену дома, там, или об ворота. То есть, ну, представляете, да, как средневековым тараном, там, долбили ворота, то есть, вот, прям такая же история, как бы, происходит. Вот, есть, то есть, интерпретации, некоторые, такого же ритуала, то есть, кто-то просит наклонить гроб, ну, там, вот, визуально из-за горизонтального положения, то есть, три раза, вот, практически вертикально поставить, ну, все, представляете, там, человек съедет, просто это, то есть, ну, как бы, для чего это нужно, вот, а ответ простой, у нас так делают, так принято, и вот тут я всегда, ну, я, конечно, не имею же права, да, то есть, спросить никакого морального, то есть, это вот, наверное, такой самый, вот, как бы, вот, вот, интересный, то есть, есть, вот, кто у нас говорил, Михаил, по-моему, да, про Воловду, то есть, про вот, хлистание, да, то есть, вот, то есть, есть такая еще история, то есть, обязательно во время церемонии прощания, то есть, мы не можем предусмотреть этот момент, у нас обязательно один человек дежурит около гроба, то есть, для чего, чтобы вовремя, если что, гроб этот удержать, потому что просто из толпы, то есть, во время прощания спокойно, как бы, вот, то есть, как бы, ну, подходит, там, потом, может быть, родственник прощается, то есть, тихо, все мирно происходит, там, этот момент, какая-нибудь особо активная бабуля, вот, как раз по теме хлистания, там, просто, да, просто с места прыжок делает, там, такой, в стиле, в стиле боевиков, да, американский, да, и бьется в этот гроб, то есть, хлоп просто у него еще, вот, ну, ну, как бы, да, но это надо все-таки, это, ну, так вот, на скидку, то, что вспомнил. Последний вопрос из зала, и мы начинаем, почему-то загругляться. чтобы операторам мини было неудобно, я вот сюда выйду, чтобы не разворачивать все камеры. Не столько, наверное, вопрос, сколько комментарий, я постараюсь уложиться в полторы минуты. Спасибо вам огромное. Во-первых, вот была у вас Светлана Еремеева, я не знаю, ушла она уже или здесь, видимо, нет уже. Две недели назад она проводила для театральных деятелей мини-семинар по теме смерти как раз, и там мы вместе с ней сформулировали проблему, что феномен есть, а дискурса нет. Я просто как кандидат философских наук, у меня социальная философия специализация, мне эта тема очень близка и интересна, и мы подобрали наконец-то термин этой проблеме. Спасибо, что вы наконец-то вот эту проблему пробиваете вот такими мероприятиями, что теперь есть не только феномен, но и дискурс. Теперь чуть-чуть по практике, а не по философии. Я думаю, вам это будет очень интересно. Вы говорили про феномен тайны и замалчивания. Все ли здесь присутствующие знают, что во время Олимпийских игр в России помимо, ну вот, равносторонний треугольник составляли, стадион Фишт, где проходила та самая знаменитая церемония, вот эта красивая на весь мир транслировавшаяся, потом во втором углу этого равностороннего треугольника стоит факел Олимпийский огонь, а в третьей стороне, это в районостороннего треугольника, стоит Староверское кладбище. Поднимите руки, кто об этом знал. Раз, два, три, четыре, пять. Это пример шесть. Заговор медиа и общества, они вместе объединились во время этого заговора. В медиа об этом две публикации. Люди не хотят об этом знать, а медиа чистят информацию. А в чем факт наличия в Сочи Староверского кладбища? Потому что его нельзя было выдвигать из Олимпийского парка. Были большие скандалы со Староверами. Деревню смогли снести и убрать? Кладбище не смогли. Люди сказали, мы встанем и умрем здесь. Деревню мы уедем, но наших родственников вы отсюда не перезахороните. Вот вам классический пример. Посмотрите, посмотрите на картах Google. Равносторонний треугольник 50 метров до Фишта, до факела и до кладбища. Его обнесли вот этими трехметровыми щитами, и все люди от Ласточки на Фишт шли ровно мимо этого забора. Ни один не знал, что здесь кладбище. Там Формула-1 трасса, самый опасный поворот. Мы все смеялись. Прямо рядом с кладбищем. Разогнался, завернул, и тут рядом тебе кладбище. Вот смотрите, посмеялись. Это где-то там. Я хочу... Нет, пока я не называл свою профессию, меня возненавидят так же, как вас. Я хочу сначала с врачом солидаризироваться. Я учу английский по американским сериалам. Я вам назову название 10 сериалов на тему медицины, и каждая третья серия этого сериала будет по тем проблемам, которые вы озвучивали. В России вы не назовете ни одного такого сериала. Франшиза «Скрабы», где Иван Ахлобыстин смеется, но там ни разу тема смерти не поднимается. Хоть я его не смотрел, я уверен по стилистике сериала. Поэтому спасибо вам, что вы это поднимаете. У нас в России эта тема не поднимается, к сожалению. А теперь я солидаризируюсь с сотрудником похоронного агентства. Меня ненавидят чуть меньше, чем его. Я работаю риэлтором. Все смотрели фильм «Биг Шорт». Это где большая игра, где человек ставил ставки против государства, что если американская экономика упадет, он будет в выигрыше. Пример «Биг Шорта» на риэлторском рынке – это договор о ренте. Когда человек покупает квартиру и обязуется содержать продавца квартиры до тех пор, пока тот не умрет. Чем быстрее умрет его продавец, тем более выгодна для него эта сделка. Это «Биг Шорт» против человеческой смерти, по сути. И ни одна риэлторская сделка не проходит без темы смерти. Вот можно провести эксперимент психологический и попросить из 50-100 присутствующих здесь людей поднять руки тех, у кого есть завещание написанное. Вот не сочтись за труд. У кого написано завещание, поднимите руку. Раз. 100 человек. Кстати, юриста нам сегодня не хватало. Уже не первый юридический вопрос. Один на сто. Я боюсь, это еще лучше, чем в целом по стране. Остальные 99. Вы задумываетесь о том, что если вы обладаете хотя бы машиной, хотя бы дачей, хотя бы квартирой, вы задумываетесь о том, что если завтра вас не станет, то это кто-то будет наследовать. И еще один момент, последний риэлторский. Знаете, то же самое. Когда проходит сделка, между регистрацией договора купли-продажи и подписанием акта приема-передачи проходит от двух до трех недель. Договор считается неисполненным, пока не подписан акт приема-продажи. Акт приема-передачи квартиры. Три недели проходит между тем, как человек ставит подпись, потом документы едут в Росреестр, потом они оттуда приезжают, встречаются на квартире, подписывают. Квартира передана, договор совершен. Когда в сделке в цепочке где-то около пяти квартир, вокруг каждой по два собственника в минимальном случае, а еще риэлторы-родственники, человек сто очень переживает, чтобы человек, подписавший договор, прожил три недели и не умер до подписания акта передачи. Потому что иначе это суды на полгода, на год. Тема смерти у всех, у каждого присутствует, кто обладает хотя бы 100 рублями. Поэтому спасибо вам огромное. Спасибо вам большое за ваше выступление. Аня, возьми микрофон. Здорово. Не имею 100 рублей. Я думаю, что нам надо перейти к заключительной части. И я бы попросила всех участников оставшихся нашей дискуссии кратко ответить на вопрос, а что все-таки нужно делать? Вот нужно ли что-то делать? Нужно ли что-то менять? Вот краткие какие-то есть? Ну, что бы спережать, мы уже поняли, да. Нужно говорить. И я бы хотела ответить на ваш вопрос, у меня не получилось. Мне кажется, транспарентность и разговор о смерти – это то, что очень необходимо. И тоже очень важная точка, о которой упомянула Аня, это то, что говорят родственникам, но не говорят умирающим. Я считаю, что позиция, что человек сам владелец своей жизни – это очень правильно. Надо сообщать тому, кому это предстоит, а не то, что вы стоите в этом заговоре, молча, у вас нет доступа. Вот это надо менять. Я живу, мне умирать. Мне сообщайте, а не... Как это менять? Есть законодательно, нельзя говорить об этом. Вот вас расстреляют, если вы подойдете и скажете? Если родственники против, да? В нашем конкретном случае службы помощи больным вас, как бы мы же не обязательно история благотворительная, обратились, да? Если мы сделаем что-то, что не нравится семье, они просто в следующий раз не откроют дверь, когда мы к ним придем. Это все. Больной человек в слабой позиции находится. Он лежит чаще всего в своей постели, не может даже встать и открыть дверь или подняться и взять трубку. Так что тут как бы законы все немножко отходят на второй план. По идее, врач обязан сообщить диагноз больному. То есть, конечно, проблема вот на том этапе, где кто вообще изначально этого монстра создал. Да. Да. Я человек, который ухаживает за больными. Я работаю в Кроме-Ватаре, и в Кроме-Ватаре. Дело в том, что мне пришлось иногда родственникам делать намеки. Потому что я не знаю, у меня нет этого опыта. Имею я право сказать что-то? Ну, больному чаще всего я не имею возможности даже сказать. Потому что они там без сознания находятся. Но иногда приходится звонить родственникам в другой город и говорить. Вы знаете, очень похоже, что не протянет он долго. Но это не задача, наверное, ухаживающего. И кто-то сталкивался с такой ситуацией. Потому что для меня это такая животрепещущая ситуация. Я уже не первый раз. Я ухаживала за женщиной, которая уходила от онкологии. У нее сын священник. И я видела, что ей не с кем поговорить о смерти. И я не знала, имею я право начать разговор. И как я должна это сделать. И еще у меня такая ремарка. Мы тут все говорили... Ну, я бы сказала так. Каждый человек, наверное, приходит к тому моменту, когда задумывается, в чем смысл жизни. Вот я думаю, что наши разговоры все, они сводились к тому, что... У меня просто мысль такая сейчас пришла. Что мы пытались определить, в чем смысл смерти. И как с этим быть вообще, с этим смыслом. Если у кого-то есть возможность ответить на какие-то вопросы, вы скажите, где я могу прочитать ответы, скажем так. А о смысле смерти? Нет, не о смысле смерти, а о том, как говорить. И говорить ли вообще пациенту. Кто может сказать родственникам и пациентам, если это врачам запрещено, родственники не хотят. Может быть, Лев ответит на этот вопрос. Слушайте, нет, мы обязаны говорить, я вам так скажу. Не то, что нам запрещено, мы обязаны сообщать по закону всю информацию пациентам, которую мы знаем, за исключением, там такая лазейка есть, если эта информация может повредить человеку. И вот все на эту лазейку ссылаются, что, мол, я сейчас скажу, а он совершит что-то там. Да, суицид, еще что-то, да, на других нападет от страха. Но на самом деле, я думаю, что это вообще не юридический вопрос ни разу. И вот это мы, и вот все люди, которые в этом процессе участвуют, в процессе лечения, ухода, наблюдения, вообще общения с людьми, которые находятся в грани смерти, они тоже все боятся на самом деле, все боятся. И не только умирающий человек боится. И мы прячемся за... Очень часто прячемся, это просто инстинкт самосохранения, за законами, за какими-то интерпретациями, за какими-то словами, практиками, общепринятыми, якобы на чем-то основанными, совершенно непонятно на чем. И очень редко встречаются люди, которые просто знают, как нужно делать. Это у них внутри. Они просто понимают, что надо сказать, надо сопереживать, надо послушать. Этих людей очень мало. И больные очень благодарны, и родственники все. Ну, я говорю про больных вот в условиях там больницы и так далее, потому что я врач. Люди очень благодарны за это. Почти всегда... Ну, то есть я не встречал случаев, когда это вызывало бы какое-то резкое отторжение, желание поговорить и обсудить. Это нужно делать. И поскольку у людей, у которых это знание внутреннее, из семьи, из воспитания, которым не нужно этого объяснять, их единицы, нужно вот эти обсуждения, чтобы все, кто в психологии, неврологии, реаниматологии, чтобы они знали, что они на самом деле сейчас не один на один, что то, что он сейчас поговорит с человеком, все ему расскажет, это отругает его потом кто-нибудь там на работе, не отругает. Что есть другие люди, которые его поддержат в этом, что есть некое сообщество, есть некое общественное мнение, которое его поддерживает и которое считает, что это правильно. А большинству людей на самом деле Очень важно знать, что они делают что-то правильно, чтобы у них была опора. И вот такие дискуссии, они, мне кажется, создают ту самую опору и поддержку всем нам для того, чтобы улучшить ситуацию сложившуюся. Извините, пожалуйста, наверное, это всем важно, просто ровно ответ на вопрос. Издание «Православие и мир» издают книгу, по-моему, она называется «Синяя книга». Это как раз они издают совместно с хосписами книгу о процессе умирания и о смерти. Мне кажется, это ровно отвечает на ваш вопрос. Это сборник, эта книга называется «От смерти к жизни», а не «Синяя книга». И это, да, она синего цвета, да, безусловно. Нет, ну нет, она одна. Там просто про опыт, да, про разные личные свидетельства и так далее, да. Я думаю, что надо просто продолжить уже блиц и закончить, нет? А, ну ладно. Нам пора заканчивать. Да, что надо менять и надо ли что-то менять? На самом деле, мне кажется, мы сегодня так достаточно проговорили. Вообще, тема сегодняшнего дня, насколько я понял, была начать говорить о смерти. То есть, вот как бы мы начали, в общем-то, мы вот этот вот вопрос решили. То есть, а вот что делать? Я думаю, это уже отдельный разговор. То есть, это тема, да. Но могу сказать так, вот словами французского, если я не ошибаюсь, мыслителя, по-моему, Монтанье, что-то вот такое у него фамилия какая-то. Или да, вот может что-то, да, Монтанье. Вот он, если я не ошибаюсь, говорил так, научитесь, кто научится умирать, умирать, тот перестанет быть рабом. Можно? Можно. Чисто практическое, важное для повседневной деятельности, а не только метафизическое. Аня, что бы ты хотела, что бы изменилось? Ну, сообщи нам. У меня масса идей, у меня вообще есть мечта, чтобы был какой-нибудь институт освоения смерти, потому что много чего надо просто изучать. Освоение? Да, да, да. То есть, that study is dying, не только, в общем, чтобы мы были не голословны, чтобы нас не обвиняли в том, что это всё метафизика, а чтобы мы чётко показывали, что там, не знаю, люди, не принявшие решения, умерли как-нибудь там, не так, как они хотели, или горевание после... Ну, в общем, изучать этот вопрос. Ну, кроме этого, мне кажется, вот если мы все уйдём сегодня отсюда с чувством, как Лев сказал, каким-то чувством локтя, и в следующий раз, когда можно будет сделать перепост статьи о ритуальных услугах, не побоимся это сделать. Или в следующий раз, когда человек, умирающий, за которым мы ухаживаем, спросит нас, о чём они все со мной не говорят, я что, умираю, мы не бросимся, не кинемся ему, ой, ну-ну-ну, что ты, что ты, о чём ты говоришь, а вот сделаем просто эту паузу, которая покажет ему, слушай, ну, я готов, я готова с тобой говорить об этом. Вот если мы хотя бы преодолеем то сопротивление внутри себя, которое мешает нам впускать смерть, естественным образом пытающуюся прорваться в нашу жизнь, это уже будет огромное дело. Поэтому я очень хочу увидеть, честно говоря, больше публикаций, я хочу увидеть больше проектов. Вот мы хотим с Димой Смирновым, который был здесь, но, наверное, не знаю, где он, мы хотим сделать какой-то проект, позаписывать детей, поговорить с детьми и подростками о смерти, что они об этом думают, просто сделать эти записи и что-то из этого сделать. Хочу увидеть выставки, фильмы, правда, чтобы этого было больше. И тогда мы не зря привели этот день. Спасибо. Я хочу поблагодарить, во-первых, вас всех за то, что вы пришли. И благодаря вам, даже тем, кто не задал ни одного вопроса, вообще этот весь наш сегодняшний разговор состоялся. Конечно, надо сказать большое спасибо организаторам. Это Алексей Белянин, Сергей Мохов, Наташа Семина, Маше Ильченко и Аня Сонькина, которая просто главный герой. И площадки Высшей школы экономики и всем, кто пришел сегодня об этом поговорить. Спасибо вам большое, что мы провели этот день вместе. Спасибо.